Лето или осень Посетите вместе этот ресторан Прихватите деток, тёщу и собак Нам не надо денег, приходите так И плевать, что осень капает опять Ведь на столе 0,8, а под столом 0,5 Это мы так себя согреваем такими тёплыми мыслями Доброе утро, как всегда, вы в гнезде глухая По выходным дням И сегодня у нас такой обширный, как я уже обещал, эфир Потому что у нас сидят люди Я даже менее не могу сказать, как это может называться Ну, во-первых, у нас есть два донских казака Ростовских казака Это Юра и Иван Кононов Вы братья или как? Ну, братья, казаки, все братья Все братья, да Люди, все братья тоже, да Христианский с точки зрения, да А вообще, в принципе, это сын Юра Ванин Вот, это, значит, ведущий Я даже не буду говорить каких программ Я уже его называл самый голосистый и глазастый А ведущий у него была будка гласности и третий глаз Что будет дальше, я не знаю, по всем чувствам обоняния он пройдет, так сказать Вот, а по правую руку от меня сидит По леву от вас Сидит Александр Левин, поэт, бард Ну, а также еще большой специалист по компьютерам Вот, и пока вы делаете заказы А сегодня заказы давайте будем делать, наверное Ну, более-менее пространные Вот я знаю, что у Вани много казацких песен Но у него будет сегодня, как никогда, лиричным, он сказал У Саши много очень хороших стихов и песен Так что вы заказываете для своих близких А пока вы нам дозваниваетесь Я попрошу, вот, Ваня, может быть, начнешь? Ну, раз уж ты так объявил То положение обязывает Я поэтому патриотическую, ростовскую Которую сейчас поет Миша Шафутинский За что ему большое спасибо Называется она «А над доном золотые купола» В славном городе Ростой-на-Дону Я в объятиях и в шампанском утону И вся жизнь моя опять уйдет ко дну В славном городе Ростой-на-Дону А над доном золотые купола Золотые купола Золотые купола Золотые купола Золотые купола Золотые купола По судьбе мои звонят По судьбе моей звонят колокола Золотые купола Золотые купола Золотые купола Золотые купола Купола. Я немножко перебью эллигическое настроение, которое навеяли ребята. Я спою в стиле кантри, скорее, тоже сельское, но немножко другое. Едет, едет Вася, он всю жизнь в четвертом классе. У него жена Маруся, а в кармане пистолет. Вася эта кличка, звать его концо, у него приятное лицо. А в другом вагоне едет Моня, весь в баллоне. У него подруга Соня, а в кармане пистолет. Моня тоже кличка, звать его Казбек, он интеллигентный человек. А он едет в речко, он тянет свежее пивко. Ему легко звать его Серега. Едет Асланбек такой угрюмый, небритый. Он читает Гераклит, а в кармане пистолет. Асланбек это кличка, звать его Абрам. Он не пьет рассло по утрам. А в другом вагоне едет Гия, мастер Кия. У него глаза стальные, а в кармане пистолет. Гия тоже кличка, звать его Петром. Ой, все это не кончится добром. А вон едет Ахмед, в одной руке его букет. В другой билет и пистолет в кармане. Да, такая сразу национальная кухня у нас вернулась сюда. Ну не знаю, посмотрим. Давайте, вот у меня есть кассета. Вдруг кто-то дозвонившийся первый не имеет ее. Тогда я ее подарю. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, у вас есть кассета моя? Ваши нету. Нету? Нету. А вы тогда после того, как заказ сделаете, оставьте свой телефончик на кухне, а я вам подпишу кассетку. Хорошо. А заказ знаете я какой хочу? Чего? Вот мне песенка нравится, а по сибирскому горному краю. Если можно, конечно. Это 50-60-х годов. Ты не бродягаешь? Да ну, нету. Знаете, у нас даже такой, я понимаю, нету в меню. Но вы знаете, у нас есть зато замечательная такая вещь, как вчерашний щи. И поэтому все, что заказывают, мы можем перенести, и потом по сибирскому краю то у нас нету. Давайте вам что-нибудь похожее сделаем, ладно? Это что-то и каторжное похоже, да? А? Песня какая-то. Да, у тебя есть каторжный песня? Нету? Ну, там есть, типа, Ростов мой папа там, понимаешь? Вот давай тогда сделаем. Будем говорить как-то, вы нам заказали солянку, а мы подали вам мороженое как будто. Ну, это, мне кажется, все-таки будет небольшой перебор, если я только фрагмент сделаю. Я родился и вырос в Ростове, под опекой дворовой шпаны. Был кастет мой всегда наготовен, и махоркой в карман полны. По над доном я беда разуты, и сшибал камыши над водой. Пахло илом, песком и мазук, и какой-то неясной бедой. Я часто видел тебя с этапом. Ростов мой город, Ростов мой папа, Дай постоять в короткой жизни вольной, На богатяновском потом чуть-чуть на нольной. Слезу краткой смахну трапом. Ростов мой город, Ростов мой папа, Дай постоять в короткой жизни вольной, На богатяновском потом чуть-чуть на нольной. Вот твоя вся натура-то вылезла, где? Так мы все действительно как у Саши. Вот едет Гия, а зовут его Петром. Иван хоть и занимается, будем говорить, такими вещами очень экзотическими. Это у тебя с детства такое было увлечение? Ну, понимаешь, Ростов, он город такой очень синтетический, Ты понимаешь, там все намешано очень сильно. Нет, я говорю сейчас о твоей программе. А я думаю, ты говоришь про Ростов мой папа. Да что ж, ваш папа-то я там много раз был, замечательный. Так и про программу тоже можно, Миша. С Ростовом все связано, понимаешь? Я с вашим папой знаком, действительно, сказал Саша. Вот, и единственное, вот у меня какой-то вопрос есть. Вот сейчас все запели. Ты знаешь, даже дядя Коля, Дроздов, запел у себя в программе, а ты почему-то как-то... А, ты хочешь, чтобы я еще и в программе пел? Ну, а почему бы не? Все должны когда-то уйти, вот прийти куда-нибудь в ресторан и там только попеть. Ну, ладно, давайте вот, я все-таки послушаю еще один звонок, какого-нибудь заказа. Доброе утро. Алло. Алло. Не молчите, пожалуйста. Алло. Это, видимо, у нас бывает иногда с фурдопереводом. Ну, только ты переводи, переводи. Редактора. Это просили Сашу исполнить песню какую-нибудь в продолжение национальной темы. В продолжение национальной темы? Либо что-нибудь утреннее. У меня тут приготовлен стишок такой в продолжение национальной темы. У меня такая интересная предыстория. В славные времена конца застоя, когда я мог еще себе позволить на работе сходить в ресторан и за 3 рубля там пообедать. В вокзальный ресторан. Там, значит, очень любопытно бывала публика. Оказываешься за столиком непонятно с кем, неизвестно с кем. И вот один раз оказался вот в такой компании. Два человека сидели, рядом со мной беседовали. Вот я написал такой текст, примерно вспоминая, что они говорили. Текст такой экспериментальный. Он называется «Опыты по исчезновению мой дадыра». Мой дадыр – это твой дадыр. Твой дадыр – это мой дадыр. Их дадыр – это наш дадыр. Наш дадыр – хорошо. Мой дадыр – это не твой дадыр. Твой дадыр – это не мой дадыр. Их дадыр – это не наш дадыр. Наш дадыр – хорошо. Но мой дадыр – это чей дадыр? И твой дадыр – это чей дадыр? Их дадыр – тоже чей дадыр? Чей дадыр – хорошо. Мой дадыр – это мой дадыр. Твой дадыр – это твой дадыр. Их дадыр – это их дадыр. А наш дадыр – хорошо. Нет, мой дадыр – не дадыр-дадыр. И твой дадыр – не дадыр-дадыр. их дадыр не дадыр-дадыр а наш дадыр хорошо но твой дадыр не дадыр-дадыр как и дыр-дадыр не дилиндавер и тогда я слушая не дадил дадил д WAimp년 хорошо было но для justice with your Доброе утро. Алло. Здравствуйте. Как мне вас величать? Ирина Александровна. Хорошо. Я хотела, чтобы Кононов спел. Жил в Ростове Витя Черевичкина. У нас пошла ростовская тематика. Чего спеть? Жил в Ростове Витя Черевичкина. Витя Черевичкин? Это парк такой Витя Черевичкина есть в Ростове-на-Дону? Ну и прекрасная песня была. Я жил, кстати, напротив этого парка и гулял в детстве по нему. А вот песни я, к сожалению, не знаю про этот парк. Я вообще стал писать песни про Ростов, не зная ни одной песни про Ростов. Я очень за это дело переживаю. Поэтому песен стареньких я не знаю. Знаю только свои про Ростов. У нас сегодня, да, какой-то свой эфир. Вы можете для себя заказать, например. Вы уже, так сказать... Ну вот я хочу для нашей гости что-нибудь ты мог бы исполнить? Тоже такое ростовское. Да нет, ну что ж, я тебе только буду... Хорошо, давай тогда что-нибудь лирическое. Если можно, поскольку мы будем на контрасте работать, да, немножко посмеялись, немножко так слезу пустили, то я исполнил романс. В Ростове ведь, ты знаешь, не только там, скажем, третиглазные корни, там, или каторжные. Там есть и белогвардейские, и казачьи, белые кости, там тоже все есть. Поэтому... И только туда рассказывай тоже, ладно? Хорошо. Я помню ваш локоть в Батисте, и наш разговор у реки. Черем, ухи, тонкие кипи, пести, так нежно касались щеки. Внезапный озноб поцелуй я, внезапная рябь на воде. Порывами ветра и страсти живу я, всему, что случилось со мной. Аллилуйя! А вы с кем вы нынче и где? Тот вечер ушел невозвратно, отныне не быть нам вдвоем. Черемухи, терпки и пяток нам остались на френче моем. Ласкается ветер, ревнуя, к тем сумеркам память мою. Трепещет листва, словно ждет поцелуя, А я еле слышно шепчу «Аллилуйя!». А вы, вы в далеком краю. Я помню ночную аллею, Побег, перестрелка, арест. Но я ни о чем не жалею, Вдали от родных своих мест. И цену узнав поцелуя, В плену лишь у чести одной. Всем сирым убогим прощенья дару я, В лицо палачам я кричу «Аллилуйя!». А вы, вы навеки со мной. А вы, вы навеки со мной. Ну, как-то затуманено сразу так все стало. Я, конечно, могу, да... Я потом от своего стола вам кое-что покажу. А пока все-таки еще позвоночник. Доброе утро! Алло! Здравствуйте! Вот как вас слышно прекрасно. Алло, здравствуйте, миленькая. Здравствуйте! Я очень люблю тоже вашу передачу. Меня зовут Лариса Аркадьевна. Мне уже 55. Но я душу еще молодая, как вы, наверное. Стою рано-рано для того, чтобы вас увидеть. Спасибо вам огромное, потому что ваша передача действительно для простых, вот таких вот русских, открытых людей. И я бы хотела вас именно попросить спеть что-нибудь, ну, такое, знаете, хоть быть колоритное, такое, как вы, колоритный мужчина. Давайте лучше что-нибудь печальное. Вот у меня есть такое горячее блюдо у самого. У меня сейчас все как-то так уехали отдыхать, а я, естественно, тут занимаюсь своей барменской деятельностью, и поэтому как-то проснувшись раз дома вчера, по-моему. Вот такую печаль написал. Печально проснуться с утра одному, поняв, что не нужен уже никому. И с этой бедою худой, как гамлет, на кухне себе приготовить омлет. Печально сидеть с королупою хрустя, поняв, что вся жизнь превратилась в пустяк, без шумных детей и жены не удел. Омлет не до соль, омлет подгорел. Очень трудно жить гостем непрошеным, от роддома до самого ящика. Одиночество – вещь нехорошая, от него недалеко до Кащенко. Одиночество – вещь нехорошая, от него недалеко до Кащенко. Как трудно вставать после бурной ночи, когда как старуха супруга ворчит. И дети шумят, как цыгане в метро, с недомной пылами башка и натура. И ты кое-как посетив туалет, затем получив подгоревший омлет «Подругань жены и детей к утерему». Поймешь, что не нужен уже никому. Где же, где же эта юность туманная? Там, где я одинокий, пока еще, эх, в семье эта вещь негуманная, от нее недалеко до кладбища. Ах, семья эта вещь негуманная, от нее недалеко до кладбища. А в нашем дворе поселились бомжи, у них-то, наверное, счастливые жизни. Махнул грамм пятьсотый в кусты, как бревно, живи, где хочу, с кем хочу, все равно. Конечно, зимою мороз и метель, но есть же чердак, твой чертог и постель. На сердце легко и во льгот на уму, ведь ты же не должен уже никому. Понимаю всегда с полуслова я, наградила умом меня мать. Только жизнь, почему-то такая ты вещь бестолковая. Даже мне тебя трудно понять. Жизнь такая-то вещь бестолковая, без пололитвы тебя не понять. Почему-то вот такое лирическое получилось настроение и, естественно, все перепутал. Ничего страшного. А вообще, как говорится, все, что мы пишем, как главное, в основном придумываем. Потому что я в свое время выписал целый цикл такой стихов, а потом он был у нас спектакль с Андреем Анпилом. Назывался он «Два алкоголика на даче». И вот, в принципе, как-то в продолжение этой темы, просто такой, чтобы перейти на Сашу. «Небо буря мглою кроет или солнышко парит, мы всегда на кухне трое выпиваем на троих». В этом деле мы таланты. Ассы, проще говоря. Мы сидим, как три Атланта, словно три богатыря. Вот спроси меня, товарищ, разве можно столько пить? Я отвечу, обижающе. Просто ссыдно говорить. Я же тебе не лезу в душу. Если хочешь, выпивай. Так что, товарищ, лучше мне вопрос не задавай. Ты что, скандалы устроил? Мужикам мешаешь пить? Видишь, бурь неба кроет. Просто стыдно говорить. Ну что, вот это неловкое заметие, все-таки заказ послушаю и перейдем на Сашу. Доброе утро. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Меня зовут Анатолий. Анатолий, здравствуйте. Михаил, простите, я вот пытался долго к вам дозвониться, я каждый раз смотрю вашу передачу, но все никак не получается. Каждый раз настраиваю магнитопоны, и дозвониться к вам никак не могу. Вот мне бы хотелось, если бы вы спели песню, наш паровоз летит в Одессу. Я ее когда-то слышал на радиостанции Алла. Такая вещь, в принципе, она коллективная, это же оркестровая вещь. Давайте я сейчас попытаюсь, может быть, я ее сделаю, но перед этим я попросил бы Саш. Вот что-нибудь утренний такой пивной у тебя есть? Имеется. Вот чтобы вот Анатолий как-то выпил пиво, и не очень расстраивался по поводу вот моего отказа. Но я думаю, что это не отказ, это временная вещь. Ну тогда я, поскольку это тоже вещь хоровая, прошу подпевать в припевах, в рефрен. Выпьем пиво, выпьем и споем, как мы красиво с Машкой пиво пьем, В потной банке светлое пивко, Здесь на полянке нам славно и легко, Здесь так клево пиво и тепло, Будто сегодня нам крупно повезло. Здравствуй, Вова, подходи, садись, Как хорошо, что мы пивом запаслись. Выпьем пиво, выпьем и споем, Как мы красиво здесь это пиво пьем. Птички свищут, ангелы поют, Ох, и отличное здесь пиво подают. Здравствуй, Ваня, подходи, Борис, Здесь на поляне сущий парадизм. Выпьем пиво, выпьем и споем, Как мы красиво это пиво пьем. Здравствуйте, Леша, Ольга, Генлен, Саня, Валентин, Мы вас хорошим светлым пивом угостим. Пиво в банке сладкое, как мёд, Вот тихий ангел нам басом подпоет, Когда мы выпьем пиво, выпьем и споем, Как мы красиво здесь это пиво пьем. Признаюсь, не раз, что попросил, Сразу жажду замучил у меня. Вот чай пьем. Ты прям с утра заявил, что у нас тут Под столом семьдесят пять, Или сколько там. Не важно, но там ничего не было. Каждая своя норма под столом. И потом вообще не при людях же. Мы же сидим-то. Разговаривать можно, да? Да, всё-таки в Ростове живут очень, Будем говорить, такие откровенные люди И простодушные. Мне Ростов запомнился почему-то двумя вещами. Это не считая, конечно, там, Количество огромных друзей. Там это раки и подземные переходы, На которых вся история нашей страны На мозаике. В мозаике, да? В мозаике сделано, да. Красиво. И там, видимо, вот это и называется Ростовское метро, Потому что там проводится конкурс, Фестиваль постоянно проводился. Ростовское метро очень симпатичный. Ну, ладно. Вот я что-то поговорил, А теперь я хочу послушать. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то вы такие печальные. Нет, не печальные. Что-что? Нет. Алло, вы меня слышите? Слышим. Уже двоих. Да? Алло. Алло. Вот, да-да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не могли послушать песню Про день рождения какое-нибудь? Потому что у нашего сына сегодня 4 месяца. И мы последнее время Смотрим ваши передачи по утрам. Сыну. А кому на день рождения? Сыну. Сыну? Да. Ну, давайте тогда попросим Ваню, может быть. У тебя есть что-нибудь на день рождения? Нет, у меня на день рождения песни нету, но я могу детский стишок какой-нибудь прочитать. Ну, мы тогда вот сразу двойной дуплетом, и Саша что-нибудь на день рождения пока подумает, а ты стишок. У меня были такие детские стихи в одно время, и поэтому они, вы знаете, появляются, когда вот ребенок маленький, я думаю, что вот он у вас начнет расти, и вы тоже начнете ему что-нибудь такое сочинять. Потому что ему 40 лет. Эти песни. Только родился. А, только родился. Я так понял. Перевернутые краны строят дом наоборот. Перевернутая мама из окна меня зовет. Вверх ногами ходит кошка, растущая вниз в траве. Можно я еще немножко постою на голове? А вот такая есть еще, на мой взгляд, очень актуальная прибавутка. Собралась компашка, кукла-неваляшка, я и кошка-машка. Вместе веселились, чай с лимоном пили, чашечку разбили, вместе спохватились. Кошку вмиг со стула, будто ветром сдуло. Кукла отвернулась, повела плечом, и это ни при чем. Вздыхаю тяжко, подвела компашка. Хорошо. Вот это Ванин, такой вклад, его подарок. Саша. Ну, как бы, у меня есть песня одна, день рожденная, но она посвящена жене, я ее не стану сейчас петь. Как бы пошла детская тема, вот у меня тут такой, вроде бы есть детский как бы стишок, как бы. У меня есть такой цикл про Слустамка и Астравадра. Угу. Вот. Это такие непонятные звери. Типа Майдадер. Да. Типа. Но, как бы, Майдадер это чисто речевая характеристика, а у Слустамка и Астравадр это звери. Вот. История у них очень необычная. Я вот сейчас спою эту песенку, а потом скажу, что означают все слова. Значит, из этого цикла я спою одну песню, как Астравадр съел чужие семечки. Бяда. Да. Решил у Слустамка завести огородик. Решил у Слустамка завести огородик. Затыклые фруквы посеять на нем, чтобы осенью чудной наполнить свой погреб и летом прелестным, и ночью, и днем. Он выкопал ямку и семечко бросил, семечко бросил и все закопал. Он выкопал ямку и семечко бросил, и семечко бросил и все закопал. Но ночью пришел Астравадр, астрозубы, выкопал ямку и семечко съел. По-после другое, по-после другую, по-после наелся, и около сел, и около лег, и свалился на грядке, и около часа валялся на ней. И около часа уснул, как убитый, и около года проспал не ходи. А утром из пуза его шерстяного затыклые фруквы вдруг стали расти. А с ними расти закла жопы и в липсы, а с ними еще оголятся и полидоры, а после еще расскажи-ка с бубникой. А дальше и гуще, и пуще, и чаще, и роща, и лес, и прелестное лето, и ясная осень, и день, путь, и тень. Решил у слустанка завести огородик, но циклы и буклы, но цапфы и буксы, но чипсы и баксы посеял на нем. Что-то там был цикл, а кто? Циклы и буквы. Так оно что, объяснишь, что это такое? Я так понимаю, что у нас, Саша, у тебя был бы с подручей на дом или игрательный какой-нибудь. История этого дела довольно странная. Я учился на инженеры электроника и изучал советские допотопные вычислительные машины огромные. И там была своя система, когда листаешь эти толстые тамосхем, там, значит, система сигналов. Значит, наши инженеры для того, чтобы сигнал был понятный, а их там тысячи, они придумывали им такие сокращенные названия. Вот некоторые очень были выразительные. Иногда там были одни согласные, и произнести их было нельзя. А иногда вот такие замечательные, как Услустанк и Астровадр. Я запомнил на всю жизнь, а потом при случае, как бы, они у меня развернулись в двери. Вот Услустанк, например, это условие установки адреса микроканала. А Астровадр – остановка по равенству адресу. Вот. У меня такой получился там цикл из такой квартета. Там действуют вот эти вот два. И еще там есть какие-то сигналы, которые там превращаются в страшных каких-то существ. Это продолжение великой темы наших имен, как это Пукредрина и Дездроперма. Кстати, в этом доме есть какая-то комната таинственная, мимо которой я всем хожу, никак не запомню, что она и не написана. Там какой-то набор тоже букв. Около СРПЦЧШ бойлерная. Типа вот такую вот. А что это такое вот? Понимаете, здесь важно вжиться в название и почувствовать, что оно может значить. Да-да-да. Совершенно не то, что там написано. Просто помните, все это пошло и с имен-то. Помним, Пукредруна была такая. Будешь крепить дружбу народов-то. Или Дездроперм – это было так. Здравствуйте. Здравствуйте. Так что вот я слушаю, думаю, что более простое имя сейчас у нашего посетителя. Доброе утро. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет вам из Ростова. Из Ростова, вот. Да, меня зовут Светлана. Очень приятно. Вот привезла вам теплую погоду. Можно песенку заказать? Давайте. Левый берег Дона. Ну что мне можно еще заказать, Миша? Естественно, только Левый берег Дона. Я, правда, пел ее в прошлый раз. Ничего страшного. Это было в Новый год практически. Левый берег Дона. Привет всем ростовчанам. Играй, гармоника, играй. Мы на земле искали рай. И он, казалось, был немыслимо далек. Приятного лето. готовчанам. Зато рядом-рядом омуты имели, Мы до них добраться не умели. Ну что ты медлишь, не пойму, Скорее прыгай на корму. Эй, котирок, ну что ж ты к берегу прирос, Ты сам, конечно, не ахти, Но поскорей затарахти, И пусть концы нам бросят с пристани матрос. Ты сам, конечно, не ахти, Но поскорей затарахти, И пусть концы нам бросят с пристани матрос. Левый, левый, левый берег дона, Плязы, плесы, чайки у затона, Рядом-рядом омуты имели, Мы до них добраться не умели. Вдоль нашей юности вдвоем Мы тихо-тихо поплывем, На каждом спуске узнавая каждый дом, Мосты, причалы, а потом Ростов растает за бортом, И мы на самой дальней линии сойдем. Левый, левый, левый берег дона, Пляжи, плесы, чайки у затона, Ну и так далее. Левый, 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 левый берег дона, Пляжи, плесы, чайки у затона, Ну и так далее. Левый, 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 левый. А левый это какой-то? Левый это который не правый, это напротив города. Это который там где пляжи все. Ну конечно, пляжи, плесы. Там где есть такой вот канал, я помню, грибной, и там продают китайское пиво. Да, но это там же, на левом все, на левом. Как у тебя впечатление, оказывается, от Ростова? От Ростова очень много, но они все туманные, потому что там, честно признаться, такая хорошая обстановка, что... Я часто помню, у нас когда был последний, наверное, фестиваль, это были барды все известные, был Евгений Рейн, был царствие, так сказать, ему небесное, замечательный поэт Чичибабин, был Герт. И вот мы собирались каждый вечер, причем так смеялись, и никто с утра не помнил, о чем разговаривали. И все время приходил... Как на твоей передаче вот тоже. Ну конечно, да. Все время приходил Валентин Дмитриевич Берестов и говорил, ну что вы вчера говорили? Я говорю, а что посидели бы, хоть вы один трезво бы запомнили. Он говорит, мне нельзя, мне сердце. Мне смеяться много нельзя. Ну давайте послушаем еще. Доброе утро. Алло. Тишина. Это у нас, когда накопливается много, как накопитель звонков, они хлоп и падают. Давайте тогда перейдем, такая есть рубрика, у нас горячие блюда. Все-таки это самые теплые, последние, может быть. А может быть... Ну вот ты почти горячий успел, но, наверное, у тебя еще что-то есть под это. А я как раз решил... Ты сказал, что будет такая рубрика горячие блюда. Я решил пойти от буквального смысла. Вот горячие блюда. Вот такая дама готовит своему мужу горячее блюдо. Муж лежал на солнцепёке, кушал жареные штуки, Испеченные женой в позапрошлый выходной. Штуки синие дымились, пахли запахом, бурчали, И приятно щекотали мужу у него внутри. А жена его в кастрюле мужу делала пикули, Ненадолго вылезая, полимонить, посолить. Эта добрая жена, как родная старшина, Мужу штуков и люляков избегала до хрена. Муж лежал на солнцепёке, весь бесчувственный, Жестокий, не поглаживал жены ниже чувственной спины. То ли просто измывался, то ли спал на солнцепёке, Отгоняя толстых мухов вялой спящей рукой. А жена ему в кастрюле, а жена ему люляки. Вот они какие гады, все на свете мужуки. Хороший, это, я думаю, посвящение кому-то здесь сидящих. А я от обратного, опять-таки. У горячего тоже есть две стороны. Одна вот такая, которая быстро остывает, А другая, которая действительно может долго сохраняться в горячем состоянии. Я имею в виду чувства такие. О горячем блюде, то у нас в стране принято что, летом подавать борщ кипящий, как вулкан, А зимой окрошку, чтоб зубы свело. Что-то из этого. Тем не менее, я буду уверен своему имиджу лирическому, Поэтому я спою песню о том, что я считаю самым горячим, о любви. Хорошо? Это уже без всяких казаков и ростовских урок. Я так люблю тебя, люблю, Как это сладко повторять. И небо синее так блю Накроет веки мне опять, Как будто я лежу на дне И стоя темно-синих рыб, Так плавниками машут мне, Как мы ласкаться бы могли. Так плавниками машут мне, Как мы ласкаться бы могли. Луна нечаянно зайдет, Махнет крылом, как херувин, И мед из сотни сладких сот К ступням приблизиться твоим. Я так люблю, люблю тебя, Твой зацеловываю след. И ветер чуб мой теребя Твоим дыханием согрев. И ветер чуб мой теребя Твоим дыханием согрев. И это ты из-за угла, И это ты из темноты, Как ты прийти сюда могла, Как не прийти могла бы ты. Вот небосклон по крылам глам, И я так временно пропал, Как ты подумать-то смогла, Что я ничтожен стал и мал. Лишь разорви пространство клеть, И станут кратеры видны. Однажды важно посмотреть Луну с обратной стороны. Не важен времени упрек, Ему тебя я не отдам. Я закрываю пузырёк С настойкой из любовных драм. Я закрываю пузырёк С настойкой из любовных драм. Я так люблю тебя, люблю, Как это сладко повторять. И небо синее, да к блю, Накроет веки мне опять. Плевать на крики, у-лю-лю. Мы выше всех, пусть знает всяк. Я так люблю тебя, люблю. Я так люблю, люблю я так. Я так люблю тебя, люблю. Я так люблю, люблю я так. Взрослый ты уже человек. Я вот никак не могу о любви Ничего придумать. Можешь наоборот, слишком юно, Миша. А ты уже взрослый, нет? Нет, ну как ты знаешь, Я боюсь писать о любви, Потому что, черт чё знает, Спугнуть можно. А я вспомнил, что когда в детстве Мы тоже, так сказать, Занимались этими словотворчеством. И я помню, что чтобы никто не знал, Кто это, значит, пишет письма друг другу, Я в обратную сторону читал, Подписывался в обратную сторону, Фамилию и имя. И это получалось Ляхимовый Котячок. Ляхим Котячок. Сразу национально немножко уходил в сторону. Впрочем, любопытный, Миша, Когда переворачиваешь слово, У него меняется как бы национальная окраска вообще. Да. Вот, Ваня, получается, вононок. Ну, это воронок, Ну, только в водонок приехал. Вот. К нам в гости. Едешь, бывало, в транспорте, Переворачиваешь слово, Оно как бы из русского, На английским или арабским, Вдруг по звучанию. Ну, а бывает, просто складываешь слова. Вот мы тоже этим занимались. Это был освод. Помните, там, спасение на водах, Член освод. А в принципе, когда вместе, Получается слово, Член освод страшно холодная вода такая. Вот я надеюсь, что... Еще пример. В транспорте едут товары для дома. Русское название. Переворачиваешь. Ам... Как там? Амолд-эровод. Что-то такое сразу. Арабское или ближневосточное. А слово стоп вы никогда не читали наоборот? Что получается? Подстоп. Хорошо, давайте закончим. Это доказательство всемирного сионистского заговора. Давайте об стопе. Доброе утро. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. И что-то вы давно не звонили. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, я бы... Мне очень нравится ваша передача. Спасибо вам большое, что вы есть. Спасибо. Я бы хотела для своего любимого мужчины заказать песню про любовь. Про любовь? Да. А вот сейчас узнаем. Вот у Саши у него все там вот эту... Вот... Прошу прощи. Про любовь. У меня есть про любовь. Но понимаете, меня как бы Иван вынудил... Обязал петь по контрасту. Вот. Он сказал, что по контрасту он поет про любовь. Ну как же я могу теперь петь по любую... Когда по контрасту. Но я решил тоже спеть грустную песню. У них есть грустная. У меня тоже есть. Значит, называется песня про уриналов. Чего это? Уриналы... Уриналы... Я не знаю точно, кто это. Они... Это может быть национальность. Может быть секта религиозная. А может быть... Секта урологов. А может быть диагноз. Урологи работающие за наличный расчет уриналов. Нет, уриналы это уриналы. К урологам они не сводятся никак. Спасибо хоть на это. Мы повстречались два уринала. И воскликнул один уринал. Как нас мало на свете, как мало, А другой уринал зарыдал. Как нас мало на свете, как мало, А другой уринал зарыдал. Помолчали, наполнив бокалы, И заметил один уринал. Затирают нас, брат, сексуалы, А другой уринал зарыдал. Гормоналы, вагиналы, Уронилы и микроцикалы. Вокруг дешевы, дешевы, уриналы. Огорчительно узок ваш круг. Закурили, порезали сало, И воскликнул один уринал. В руководстве засели фекалы, А другой уринал зарыдал. В руководстве засели фекалы, А другой уринал зарыдал. Тьма над ними крыла растла стала, И, прощаясь, сказал уринал, Трудно быть на земле уриналом, А другой уринал зарыдал. Гормоналы, вагиналы, Уронилы и микроцикалы. Покруг дешевы, дешевы, уриналы, Огорчительно узок ваш круг. Там грустная такая миша, Мы по контрасту теряем, Мы веселую споем. Просто я так крышу и отъезжаю. Подъезжай, подъезжай, подъезжай. Подъезжай, подъезжай. Подъезжай, подъезжай. Подъезжай, подъезжай, подъезжай. Саша сваливаешь. А вот что у тебя за книжечка лежит, такая биомеханика? Это пешечка моих стихов. Я так помню, даже песенок. И там стихи и песенки. А она нигде не продаются? Она продается в Гилее, метро Арбатская, там где-то в переулочке. Так что для всех уриналов, и цикла этих самых. И мой Дадыр. И Дарамура. Да, вот пожалуйста, вот эта книжечка. А я все-таки послушаю перед тем, как мы. А про любовь-то просили. А, про любовь-то да. А мы все про уриналов. А вот я сейчас такую про любовь спою. Там просто вся песня про любовь. Хорошо. Иван Конвинов. Любовь с третьего глаза. С третьего взгляда. РАДОСТНАЯ МУЗЫКА Нынче встань атамана. Дым столбом и пир горой Нынче встанет атамана Шо не хлопит сто героев И костит братан-братана И отца сына не чтут Нынче встанет атамана Правит всем любовный зуд Нынче встанет атамана Правит всем любовный зуд Блеск ты глаз, бровей загиб И зубов жемчужный я Ах, погиб, погиб, погиб Добровольческий отряд Ах, погиб, погиб, погиб Добровольческий отряд Атаман бринчит оружием Портит хлопцам аппетит Все бузят один хорунжи Четверть выкушал и спит Остальные из нагана Постреляли всех ворон Нынче встанет атамана Тот дурак, что не влюблен Нынче встанет атамана Тот дурак, что не влюблен Блеск ты глаз, бровей загиб И зубов жемчужный я Ах, погиб, погиб, погиб Добровольческий отряд Ах, погиб, погиб, погиб Добровольческий отряд Что за краля, что за пава Погиб, погиб, погиб Добровольческий отряд Мы дарили ей букеты И награбленный багаж Сами боссы и раздеты От любви подали в раж А потом нас всех поклали До последнего стрелка Наша пава, наша краля Оказалось из чека Наша пава, наша краля Оказалось из чека Блеск ты глаз, бровей загиб И зубов жемчужный я Ах, от бабьих чар погиб Добровольческий отряд Ах, от бабьих чар погиб Добровольческий отряд Ну это такой один из вариантов Мурки уже, понимаешь? Только там ей отомстили У тебя как-то все добрее кончилось Мужикам отомстили Ну давайте теперь уж послушаем точно Доброе утро Алло Алло Здравствуйте Здравствуйте Мы вас слушаем Ну я вас хочу поблагодарить За то, что ваша передача русская Именно русская, понимаете? Россия большая Я люблю Россию Но есть еще Русь И ваша передача для Руси Для русских И я хочу подарить вам стихотворение именно о Руси Я очень волнуюсь Я тем более первый раз И смотрю и слышу у себя Это ваша история? Помнишь, что обиды Русь? Русь печальная моя Он умер давно Но он у меня был журналист И очень талантливый И добрейший человек Я всем пожелаю Берегите друг друга Обязательно Вы что-то хотите заказать, нет? Вы знаете, мне так все нравится Я люблю русские песни Хорошо, сейчас мы, так сказать, новые русские песни попробуем Сашу сметь А Ваню старые русские У меня, правда, немножко было другое состояние Опять же, после Ростова Я тут про Русь написал стишок Я, по-моему, уже читал его Но кто-то, может, не слышал Такой, умом Россию не понять Россию носом не понюхать Не услыхать Россию Ухом и даже пальцем не помять Россию не увидишь глазом И не положишь под язык Она похожа на оргазм В метро с похмелья в час пик Бывает и такое с Россией Настолько она многогранная И многолика, что и такое тоже случается И пафос срубить тоже не вредит Хорошо, давай Ты уступил из новых русских на новом жаргоне Из новых русских Ну, это... Есть такая песня Она написана Вот если я смогу ее сейчас сходу воспроизвести Я ее не готовил сегодня Неожиданно вышли на эту тему Тоже как бы продолжение Мурки Это, значит, как задохали Мурылика Задохали Мурылика банданы Он чахалась, окурычился, но слип И жмыканный, запарханный, бляный Он вдруг упакал, латаю захлип И жмыканный, запарханный, бляный Он вдруг упакал, латаю захлип Всю пасть ему ферзила, как из пешки Он был у всех пантеров за контакт И бля-буды ему табали клешки И жучники И жучники волонили кутак И бля-буды ему табали клешки И жучники волонили кутак Но как-то поздней в липатью под вауча Он в лыву маковатою валил Где бармачив уфачили кубачью Кстати, говорят Где пырька хуль кунтельники мочил Где бармачив уфачили кубачью Где пырька хуль кунтельники мочил И там звездела дырая гулюха И было ей всего в тыкнадцать раз И за ее закосые часохи Мурылик залудился и повяз И за ее закосые часохи Мурылик залудился и повяз Но пырька хуль был выбор говноватый И долго разваливать не стул Он выпантил кунтельник из-под ваты И дурому мурылику влетнул А после бармачи его звездохли Он чахался, курычался, но слип Так за гулюху дырью задохлил И в дрюку по калатаю захлип Так за гулюху дырью задохлил И в дрюку по калатаю захлип Все ясно, совершенно буквально Блядишь, вот так вот этим станет новым языком Да? Могу сказать, что из этого языка ни одного слова нет Все слова мои их Ну, честно сказать, ты же занимаешься компьютерами Потому что это есть там Алгол, Фортран, это будет какой-то такой Лев Тран Но вы же все поняли, Миша? Ну, я-то понял все Даже с первого слова понял, о чем будет дальше идти речь Это, Вань, русскую песню? Ну, можно сказать, на русском языке, да Это самые первые песни, которые я написал на русском языке Нам больше известно, что ты, конечно, своими монгольскими твоими Это было в 89-м году, на пике перестройки Естественно, о чем пишешь, как мне, про Русь Как же много-то нас А зачем, а зачем, непонятно Большинство скоротает судьбу В деньщиках Мы сбриваем вранье И родимые белые пятна Проступают На розовых наших щеках Родные до боли Чужие до жути Сограждане братья И сестры мои Мы прыгнули вниз На гнилом парашюте И вряд ли спокойно Коснемся земли Как же много-то нас Среди вшей нас, левшей криворуких Подкуем Подкуем В политическом смысле Всех блох Мы прошли славный путь И зварят, говорят, да ворюги Через самый Великий октябрьский переполох Родные до боли И чужие до жути Сограждане братья И сестры мои Мы прыгнули вниз На гнилом парашюте И вряд ли спокойно Коснемся земли Как же много-то нас С каждым годом Все больше и больше Хоть и ест То арест То отъест То инсульт Что же ты замолчал Не тушуйся Ну пой же Ну пой же Ну пой же Прославляй Каждой личности Личности Куль Родные до боли Чужие до жути Сограждане братья И сестры мои Мы прыгнули вниз На гнилом парашюте И вряд ли спокойно Коснемся земли Как же много-то нас А зачем, а зачем Непонятно Кто же тот Кто Россию Потащит из тьмы Все позволит И сдаст И не даст Повернуть на попятанный Это я Это ты Это он Это мы Все позволит И сдаст И не даст Повернуть На попятанный Это я Это ты Это он Это мы Как же мало-то нас Да Такой серьезный Ваня Как никогда Обещал быть лиличным Ну был и лиличным В некотором смысле Это серьезный Такая вообще Лиличная 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 Давайте послушаем Последний звонок Потому что у нас уже Потихонечку время Иссекает наш валанчи Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте А как вас величать? Виктор Демьянович О хорошее имя Знаете, Мишенька Я очень рад видеть ваших друзей Очень вас прошу, чтобы вы все дружно вместе спели Дружно все Какую же песню? А может, мы давайте что-нибудь о Куджавской споем? Вы знаете такую вещь? Вы столько много поете, мне не хочется вас просто мучить Представьте себе, что у вас тут налом 08 на старом 05 И вы заправляете А что представлять-то? Я к ней видел Буквально полчаса назад видел Давайте, может, какую-нибудь песню о Куджавой А спеть-то что надо? Шумел камыш? Чтоб мы хором спели шумел А что мы можем? Шумел камыш Шумел камыш? С коробкой на ящик Шумел камыш, что там никто не сыграет на гитаре Вот какую песню народную ты знаешь? Да Давайте мы все-таки специально для вас, Виктор Демьянович Подъедем к вам и споем вместе с вами уже хором Со своей 08 Да, со своей 08 Мы совсем немного, поэтому я прошел на десерт Там буквально осталось минут шесть Где-то по три минутки песенка Так, ну это я как бы все-таки хотел спеть хотя бы одну песенку серьезную Песня называется «31 числа» Там, может быть, не все знают Реку лету у греков все знают А вот есть там такое слово «Асфадели» Это цветы в царстве мертвых за летое растущие Вот, это так, так сказать Но речь не об этом, собственно Тридцать первого числа В небе лампа расцвела Тысяча желтиков стояла Кругом трова росла Грозди белые с каштаном грузно свешивались Вверх мы носили нашу сумку В продуктовый магазин Мы меняли наши деньги на картошку И потом мы смотрели, что бывает Тридцать первого числа Тридцать первого числа Тридцать первого числа Тридцать первого числа Лето красное пришла Пудель белая Бежала мелким хвостиком трясла Серый ворон хрипло крякал шерстяною головой С червяком скакал довольный Предпоследний воробей Кот мяукал христора Дерзивая нервный рот С ним задумчиво ходила Кошка полная котят Тридцать первого числа Жизнь веселая была Даже музыка играла Тридцать первого числа В третьем пятом магазине Мы купили молока Нам играли, троливали В полыселой голове Мы смотрели мультипульти В минусовые очки И тягучим черным медом Солнце плавилось во рту Тридцать первого числа Наша очередь пришла Чья-то ласточка летела Лето красное текла А за нею ближе к ночи Нам отведать довелось А с воды левого меда На цветущем берегу Где стоим мы прижимая К нашей призрачной груди И две картонные коробки С порошковым молоком Ну и вот десерт, Вань, буквально на две минутки Две с половиной Стол или сон Бесконечный, тревожный, неволь Он, словно ливень, Хочует родной стороной Ой, звон Надо мной, надо мной, надо мной Колокольный конь Надо подо мной вороной